Латинский кино и телевидение Моника Спир была убита бандой отморозков в своей родной Венесуэле. Машина, в которой Моника, ее бывший муж и ее маленькая дочка ехали в Каракас, была расстреляна в упор. Вчера Монику похоронили. В телестудии, которые показывали сериалы с Моникой Спир сделали специальные выпуски ее памяти. Это Гала ТВ, где должны показывать новеллу «Пассион Бархибида», «Веневисион», где Моника снималась много лет, «Уни Висион», где демонстрировались венесельские новеллы с Моникой в главной роли, и, конечно, теле-монда, которая, безусловно, потеряла одну из самых своих ярких звезд. Вечная ей память. А теперь перейдем к теме нашей программы. Что делается на Ацтеке? А ничего особенно хорошего. Рейтинги жуткие. Самые хорошие цифры у программы «Ла Исла» или «Остров». Это реалити-шоу, где известные актеры и представители шоу-бизнеса помещены в суровые условия тропического острова, выполняют различные сложные задания и из последних сил борются за победу. Победительницей стала актриса Сесилия Понсова. В финале рейтинги доходили до 12 пунктов. Можно сказать, что за этот год это самый большой успех. А из новелл самый лучший результат у «Коррасьон» «Энкондоминио» 6 и 8. Нечего сказать. Просто супер. Ацтека решила считать этот ужас успехом и даже продлить новеллу серии «Этак» 20-30. Новой заставкой обзавелась новелла «Омбрис Тенниас Киосер» с Ивон Мантера и Виктором Гонсалесом в главных ролях. На третьем месте после исполнительных главных ролей появится имя сценариста Эрика Вона. Лучше бы не о месте в титрах думали, а об улучшении качества. Рейтинг 5 и 5. Странное дело. Эрик всегда отличался буйной фантазией. В чем же дело? Начальство Ацтеки само не очень понимает в чем. И поэтому решило заняться чисткой авгиевых конюшен. Без контрактов остались Эдуарда Капетилио и Мишель Вьет. Не оправдали возложенных на них надежд. Не принесли заоблачных рейтингов. Опять же, личности они чрезвычайно светлые. Капризы и скандалы всегда в сортименте. А кроме того, Мишель такая бурная личная жизнь в последнее время, что ей явно не до съемок. А Эдуарда еще и актер так себе. На наш взгляд, харизмы ноль целых и столько же десяток. Под раздачу попала и Габи с паник. Планировалось, что она сыграет двойную роль в сериале Мехерес де Арена. Это ремейк бразильской новеллы с Глорией Питыш в главной роли. Габи уже готовилась к работе, как вдруг начальство объявило ей, что все меняется и Близнецов сыграет Алехандро Ласкана. Оба-на! Так поступить самой с паник. Великой и ужасной. А потом проект и вовсе отменился. Ацтека не пришла к соглашению с Глобой, которая, вероятно, прикинула в будущее скромненькие результаты и решила не рисковать. Так и не смогут мексиканские зрители получить ответ на животрепещущий вопрос. Ракель, ты от кель. С паник сидит без работы и подумает о возвращении на теле Мондо. А что, почему нет? Вернется и всех построит по стойке смирно. А то там некоторые совсем страх потеряли. Зато ее партнер по новелле Тер де Пассионес Сауль Лисаса возвращается на Ацтеку и примет участие в новелле Лас Браво. Вместе с ним сыграют Эдит Гонсалес, Маурисио Ислас, Ламбда Гарсия и Габриэла Веркара. Действие будет происходить в стрип-клубе для женщин. Вот уж где могут быть рейтинги. Лишь бы парни не подкачали. То есть подкачали птушки, не опозорились. Вездесущий многостаночник Эрик Вон напишет оригинальную новеллу. Сюжет пока не ясен, но мы догадываемся. Парочка амнезий, потерянный ребенок, коварные разлучницы с мнимой беременностью. Может нет, с фантазией, как мы уже говорили, у сеньора Вонна всегда было хорошо. Возвращаются на экраны Аура Кристина Гейтнер и Аннет Мишель. Предыдущие появления особых результатов в компании не принесли, но почему бы и нет. Хоть на красивые лица посмотрим. И последняя новость. Начались съемки новые новеллы с Даниэлем Элбитаром и Мелиссой Баррера. Она называется «Семпритуя Акапулько». Сценарий пишет Альберто Гомес. Бедная скромная девушка, богатый и таинственный юноша и потеря памяти в ассортименте. Ну а на сегодня все. Подписывайтесь на наш канал. До свидания. Альберто Гомес. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!